Значит, смотрите, судя по времени, прочитать Даниила у нас не получится. Я рекомендую с девятой главы Даниила до конца книги, там как раз-таки возвещаются о последних днях. Я только вот одну фразу буквально прочитаю. Не-не-не, с девятой до конца. Сейчас я найду место. Значит, в девятой главе Даниил получает там пророчество о событиях с Израилем, которые должны произойти. И в десятой нам конкретно говорится о том, что это относится к последним дням. 14 стих. «Теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Ну, то есть вот девятая, десятая, там до конца книги Даниила, там интересно почитать, там много полезной информации. Значит, это я вам рекомендую сделать на досуге дома. Я вам скажу, что когда вот начались вот эти события на Майдане, начала постряться обстановка, еще в принципе и войной не пахло. Но уже, скажем так, определенная паника была у народа, безысходность такая, страх уже витал в воздухе. Значит, и те люди, которые постоянно смотрели только новости, значит, у них реально уже начиналась паника в голове. Даже среди верующих. И с моей женой то же самое произошло. Значит, я на тот момент как раз вот прочитал пророчество о последних днях в Евангелии от Матфея, что мы читали. И обратился к Данилу, прочитал Данила, и реально стало легче. При том, что там описываются тоже весьма ужасные события, при всем при этом там вот настолько явно Божья надежда, что, ну, я не знаю, вот реально я ходил во свете. Вот когда я читал, когда я размышлял об этом, и то, что происходило, и то, что происходит, оно действительно не пугает. И Шоа говорит, не ужасайтесь. И действительно, когда читаешь Слово Божие, которое ободряет и вдохновляет, страх уходит. Я жене посоветовал, говорю, хочешь смотреть новости, смотри, но фильтруй. Но при этом читай Писание и смотри, что как Бог тебе показывает, вообще как мы должны, как верующий, себя вести. Значит, смотрите, в завершении того, что мы говорили на этой неделе, я бы хотел на этом уроке просто процитировать какие-то моменты из книги Дерека Принца по поводу будущего Израиля и Церкви. А точнее, вот там вот у него есть глава, ответ которого требует Бог. То есть вот мы все это как-то так вот для себя узрели, мы это все как-то более-менее начали осмысливать, увидели глобальную картину, которую нам Бог показывает. Все-таки, что же нам делать, да, вот конкретно, мы нам, верующим Нового Завета, что нам делать вот во всех этих событиях и сейчас. То есть мы должны начать готовиться уже сейчас. В чем конкретно должна состоять наша подготовка. Значит, и есть такое место, 2 Петра, 1 глава, 19-20 стих. В 19-21 стих. Значит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Причем, обратите внимание, результат обращения к вернейшему пророческому слову приводит к тому, что начнет рассветать день и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть, в первую очередь, мы находим действительно успокоение, находим надежду в своем сердце, которое производит Слово Божье. Дальше смотрите, значит, притчи 14, 26. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище». Евреям 10, 34. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Иеремия 1, 12. «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Значит, есть также предупреждение. Послание к римлянам 11, 17. «Если же некоторые из ветвей отложились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины». То есть, конкретное предупреждение о том, чтобы те, кто не еврейской национальности, не думали о себе больше, чем положено, но боялись и не гордились, не превозносились над природными ветвями. Потому что дальше написано «не превозносись пред ветвями». «Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к опадшим, от падшим, благость к тебе. Если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Значит, какой же должна быть наша позиция по отношению к событиям, развивающимся на Ближнем Востоке? Значит, Исайя, 43 глава, 5-6 стих, дает такое обетование Израилю. «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от конца в земле». Значит, то есть Бог обещает собрать евреев в землю. Начал он собирать, между прочим, уже достаточно давно. То есть, если вы в курсе истории Израиля, именно как народа, особенно вот в земле Израиля, то уже в 19 веке народ начал потихонечку туда стекаться. Значит, и чем дальше, тем больше. А Вторая мировая война послужила таким мощным толчком, потому что в Израиле зародилась идея, что если у нас будет свое государство, нас тогда никто не сможет обижать. Значит, дальше Иеремия, 30 глава, 3 стих. «Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». Обратите внимание, здесь говорится «Израиля и Иуду». Это тоже отдельная тема для исследования, потому что вот те евреи, которых мы сейчас знаем как евреи, они все потомки Южного царства. То есть, я напомню вам немножечко историю. Когда-то израильское государство было едино при Соломоне. После Соломона оно разделилось на два государства, северное и южное. Значит, и по прошествии какого-то времени Северное царство за то, что погрязло в видолопоклонстве, было завоевано, а жители этого Северного царства рассеяны. А это, извините на секундочку, 10 колен. Значит, в результате остается только Южное царство. Значит, и именно Южное царство, оно, будучи впоследствии введено в плен, вернулось. Понимаете? И по сути, вот тогда, на тот момент, когда они вернулись, если почитаете Ниемию и Езру, уже тогда многие евреи не имели своих документальных подтверждений своих родословных. Там просто решался вопрос священодействия в храме, левицкое служение. И те люди, которые не имели документов, подтверждающих свое происхождение, их не допускали к служению. Значит, и отдельная история с самарянами, которые считали себя потомками евреев и были таковыми. Если помните, женщина у колодца Якова, она, обращаясь к Кишуа, говорит, «Неужели ты больше отца нашего Якова?» То есть, они Якова считали отцом. Извините, от Якова произошло 12 колен. Понимаете? Ну, впоследствии, кстати говоря, 13 их стало. Значит, поэтому 10 колен, оно ушло в рассеяние, а в Южном царстве это была территория Вениамина и Иуды. Ну, естественно, там же были еще и левиты, ну, представители колена Левия. И вот эти три колена еще более-менее как-то помнили свою родословную. Значит, и впоследствии, как бы, вот после Вавилонского пленения мы в истории видим только потомков Иуды, потомков Вениамина и потомков Левия. А 10 колен, они рассеялись, и они просто прекратили свое существование. Но Писание четко, ясно говорит Израиля и Иуду. И многократно говорит об этом. И многократно Бог обращает внимание на то, что Он объединит Израиля и Иуду, и уже не будут двое, но будут одно целое. Понимаете? Есть множество прочих на эту тему. И это также один из признаков последнего времени, когда появятся на исторической арене люди, которые будут четко знать, что они являются представителями вот именно вот этих вот 10 колен. Как это возможно, мы себе представить не можем. Но сто лет назад никто не мог себе представить, что Израиль организуется, образуется опять в государстве и будет один народ на своей территории. Понимаете? Людям и в голову это не могло прийти, что такое возможно спустя почти 2000 лет. Но это произошло. Людям в голову не могло прийти, что на иврите люди начнут говорить именно на национальном уровне, на государственном. Понимаете? Язык был фактически мертв. Его использовали только вот, как сейчас используют, скажем, латынь и древнегреческий, понимаете? Ну, греческий сейчас используют. Есть итальянский язык, там, романская группа. Но сама латынь, это мертвый язык. И еврей фактически был таковым. Но он возродился. Никому это в голову прийти не могло. Понимаете? И Писание также говорит о том, что будет Израиль и будет Иуда. Иуда – это те евреи, которые сейчас знают, что они евреи. А Израиль – это те евреи, которые сейчас не знают, что они евреи. Но каким-то образом узнают. Значит, вот Дерек Принц приводит такое место, которое он интерпретирует именно как тот ответ, который Бог ожидает от верующих в Ишуа. Значит, он приводит Иеремию 31, 7. «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Якове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси Господи народ твой, остаток Израиля». Таким образом, здесь указаны три пути, которые требуются от нас для ответа. Провозглашать, славить, молиться. Значит, Иеремия 31, 10. Значит, Бог дает нам особое слово для провозглашения всем народам. «Слушайте слово Господне народы и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его как пастырь стадо свое». Это слово должно провозглашать языческим народам до самых отдаленных частей земли. Все народы земли должны быть поставлены перед фактом намерений Божьих относительно Израиля. То есть, когда мы в быту встречаемся с людьми неверующими, мы должны возвещать, должны возвещать то, что Бог идет судить этот мир, что Израиль – это та лакмусовая бумажка, по которой он будет относиться к народам, а Ишуа – это та лакмусовая бумажка, по которой он будет относиться к личности. Если человек не принял Ишуа своим Господом, а Израиля как народ священников, как избранного Божьего для того, чтобы служить другим народам, то у такого человека будут проблемы. И если на национальном уровне присутствует антисемитизм и неприятие Израиля как народа Божьего, у этого народа тоже будут проблемы. Значит, есть еще в 32-м псалме с 8 по 12 стих. То есть, смотрите, даже вот в этом вот отрывке мы можем увидеть ответ, нынешний ответ для сегодняшней Украины. Значит, ответ состоит в следующем. Не будет никаких положительных изменений, пока на национальном уровне не произойдет покаяние, и народ не признает Господа своим Богом. Точнее, Бога своим Господом. Понимаете? И, соответственно, должно измениться отношение к Израилю. Благо, я вам скажу, я вот одно время на одном израильском сайте, там 9-й телевизионный канал, и там новости есть. Значит, там, походу, есть, ну, это русскоязычный канал, и там есть новости из Украины. Я вам скажу, что в этом плане Украина, ну, в отношении Израиля, значит, она сейчас проявляет большую благосклонность, чем та же Россия. Значит, сейчас многие проводят параллель между событиями на востоке Украины и событиями в Израиле, на оккупированных территориях. То есть, организация объединенных наций закрывает глаза на то, что делают террористы в Израиле, и закрывает глаза на то, что делают террористы в Украине, но при всем при этом Украину осуждают за жестокие действия по отношению к террористам, значит, и Израиль осуждает за жестокое отношение также к террористам. То есть, какая-то странная, непонятная вообще ситуация такая. То есть, одних поддерживают, других не поддерживают, и как бы игнорируются элементарные какие-то нормы морали, нормы общепринятые в человечестве. Ну, как бы, где-то оккупация считается нормальным, беспредел пришедших на эту землю считается нормальным, а когда кто-то пытается отстоять свою землю, это считается беспределом. Ну, то есть, все перевернуто с ног на голову. И для Украины действительно есть шанс. То есть, если, ну, вот в свете последних событий вот был момент в Организации Объединенных Наций обсуждался вопрос в очередной раз о предпредании статуса автономности Палестины на территории Израиля. И когда этот вопрос обсуждался, украинская делегация просто встала и вышла. То есть, они вообще не захотели обсуждать этот вопрос. Понимаете, и это... Они не поддерживали, потому что это, во-первых, незаконно. И как бы, я думаю, что Украина понимает эти моменты, особенно в контексте современных событий. Украине близко то, что происходит в Израиле. Но на самом деле проходим одни и те же скорби, одни и те же проблемы. Я думаю, что Бог делает для Украины этого блага, чтобы вот мы действительно к Израилю отнеслись по-божески. Даже не по-человечески, а по-божески. Понимаете? То есть, у Украины есть все-таки шанс. Но если не воспользуются, то тогда будет печально. Значит, смотрите, мы должны... То есть, один из путей, как мы можем ответить Господу на то, что происходит сейчас, это вот провозглашать. Провозглашать народом о том, кто есть Израиль и что Бог приготовил для Израиля. Следующий пункт «Славьте». Это второе духовное оружие неизмеримой силы прославления. В Псалме 8.3 Давид говорит «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил в хвалу». А в оригинале слово, которое переводится «силу», дабы сделать безмолвным врага и мстителя. То есть, хвалить Господа – это иметь силу против врага и мстителя. Второе паралипоменон, 20 глава, 15-17 стих. «Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господа, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Значит, когда получили это послание, значит, Иосафат, его люди, получив послание, склонили головы в молитве. И на следующий день Иосафат поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили «Славьте Господа, ибо вовек милостив». То есть, мы во всем этом должны прославлять Господа. Если помните, есть еще один замечательный пример, какую силу обладает прославление Господа, когда в тюрьме оказались Петр и еще кто-то. Значит, они вместо того, чтобы плакать, горевать и унывать, они… Павел и Сила? Петра выпустили, да. Значит, Павел и Сила, да. И они начали прославлять Господа, и это открыло им двери из темницы. То есть, действительно, прославление производит силу против врага и мстителя. Значит, и следующий, за провозглашением и прославлением, значит, третий момент, который нам необходим, это молитва. Значит, в Иеремии 31, 7 четко сказано «Спаси, Господи, народ твой остаток Израиля». Это основная суть молитвы. Причем, смотрите, я часто слышал, что люди молятся и просят мира Иерусалиму, но просят, чтобы в Иерусалиме прекратились военные действия, и люди перестали погибать. Но есть в Писании место «Мир – мир, но не будет мира нечестивым». Ну, то есть, Израиль может получить мир только через покаяние и признание Ишуа своим Господом. Значит, мы должны молиться за Израиль. Значит, из Икиля 36, 37. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву умножу их людьми, как стадо. Значит, Иоанна 4, 22, Ишуа четко утверждает простой факт спасения от иудеев. Это вчера вечером, когда я лег спать, жена поставила проповедь Саулыча, Бориса Саулыча, значит, где он разбирает как раз вот этот вот момент, во-первых, Иудею и Эллину, спасение от иудеев. То есть, он подробно разбирает, в чем благословение церкви от Израиля. Показывает по Писанию конкретно, почему церковь должна быть заинтересована в спасении Израиля. Потому что все завязки на Израиле. Значит, и вот особенно он обращается к этому месту, где говорится, что если их отпадение – это благость для язычников, то есть, ну, если они отпали, это язычникам хорошо, так насколько же будет хорошо, когда евреи обратятся к Господу. Понимаете? Значит, и в этом вот действительно тоже сила понимания того, что спасение от иудеев. И апостол Павел тоже подчеркивает этот момент неоднократно. Во-первых, Иудею и Эллину. То есть, поскольку Бог именно этому народу доверил вот эту вот миссию священодействия для других народов, другие народы не смогут заменить Израиля в этой миссии. Да, да. То есть, там интересный момент подчеркивается, что полнота евреев, то есть, принятие евреями своего Ишуа, своего миссию, значит, это действительно будет воскресение из мертвых. То есть, ну, это вообще, ну, грандиознейший момент для всего человечества. То есть, смотрите, человечество больно. Значит, а, скажем так, лекарства есть у Израиля. И пока Израиль не восстановится и не даст это лекарство народам, вот с народами будет все это происходить. Помните историю, которая описана в книге пророка Ионы, когда Бог направил Иудея к язычникам возвестить суд, а тот сел на другой корабль, и вот этот вот образ очень интересный такой. Один еврей на корабле, наполненном язычниками, корабль плывет по языческим делам, ну, и евреи вместе с ними. И тут начинается шторм. Значит, я читал некоторые комментарии роминистические, которые утверждают, что, скажем, есть там нюансы в оригинале текста, которые указывают на то, что шторм этот был сверхъестественный, то есть локальный. Вокруг корабля был шторм, хотя вокруг все было тихо, и корабли спокойно проходили мимо. И все понимали, что не просто так. Почему они начали приносить жертвы своим богам? Значит, и потом, когда все принесли, и ничего не помогло, они вспомнили, что там евреи в трюме, да? Значит, тот выходит и говорит, да я знаю, в принципе, что это из-за меня. Понимаете? Интересная постановка вопроса. И смотрите, они в принципе не хотели его убивать или причинять ему какое-то зло. Он сам сказал, да выбросьте меня за борт, и как бы все ваши проблемы решатся. Понимаете? Но у бога совсем другие планы. Но вот интересно, что вот из этого вот эпизода многие раввины делают вывод, что вот все эти катаклизмы, которые на земле происходят, они связаны именно с тем, что еврейский народ не хочет исполнять того, к чему он призван. И это не христианская точка зрения, заметьте, это мнение раввинов. И просто многие раввины, обращаясь к своим евреям-собратьям, говорят, что надо жить по Торе, надо читать Тору, надо соблюдать заповеди. А многие евреи живут себе спокойной мирской жизнью и, как говорится, и в ус не дуют. То есть раввины уже чувствуют, что еврейский народ уже настолько погряз в этом мире беззакония, греха, в этих удовольствиях, во всем, в этих страстях, что действительно это уже очень страшно. И вот поэтому мы должны молиться о том, чтобы Израиль обратился к своему Мессии, чтобы Израиль стал действительно вот этим вот телом Мессии, как написано, полнота, наполняющая все во всем. То есть на самом деле мир, смотрите, слово шалом, которое традиционно переводится как мир, имеет однокоренные слова шлемут, полнота, значит, и мешалем, плата. То есть фактически шалом – это полнота, это совершенство, за которое кто-то заплатил. Понимаете? И Израиль может иметь только такой мир, за который заплачено Ишуа. Сам Израиль не сможет себе добыть этот мир никакими делами, никакими словами, никакими технологиями. То есть смотрите, вот мессианский иудаизм можно рассматривать не как отдельную динаминацию какую-то, как, скажем, в свое время появилась православная и католическая церковь, потом протестантская, потом куча-куча всяких разных других. То есть церковь начала усиленно дробиться на все более мелкие части, после того, как отрезала себя от еврейских корней. Значит, и мессианский иудаизм, вот с моей точки зрения, это не какая-то отдельная новая динаминация, это то, что восстанавливает Бог, потому что, вот обратите внимание, здесь есть представители различных динаминаций. Вот баптисты здесь есть, или те, кто когда-то посещал баптистскую церковь? Есть. Пятидесятники есть. Харизматы есть. Православные есть. Католики есть. Ну, то есть, смотрите, на самом деле тут присутствуют представители различных динаминаций. И я вам скажу, что, вот мое мнение, историческая задача мессианского иудаизма состоит в том, чтобы действительно познать волю Божью для человечества через Израиля и через церковь и Израилю донести благую весть о Мессии Ишуа, значит, о церкви донести благую весть о том, что Бог избрал Израиля для выполнения вот этой миссии, чтобы церковь не тянула на себя то, что ей не принадлежит, а просто помогла Израилю занять свое место в Божьем плане спасения. Понимаете? То есть, вот когда мы будем, когда Израиль и церковь начнут сотрудничать друг с другом, вот тогда придет полнота, наполняющая все во всем. И никак иначе. И мы можем достигнуть этого, исследуя это, общаясь со своими братьями и сестрами, которые еще это не открыли для себя в Писании, и пытаясь помочь им разобраться в этом. Значит, и так же общаясь, и молясь за евреев, и с евреями общаясь, и молясь, благовествуя им, причем благовествовать, ну, как бы с мудростью, прося у Господа слово для каждого отдельного случая. Потому что на самом деле дьявол за почти две тысячи лет столько всего поносил, всякой лжи в сознании и евреев, и христиан. Пропасть настолько велика, но нам предстоит ее преодолеть. Я считаю, что мессианский иудаизм это тот мост, который Бог наводит между Церковью и Израилем, который еще Ишуа не принял. Поэтому наша задача, действительно, раз уж мы попали, раз уж мы здесь, на нас возложена действительно огромная миссия восстановить единство, которое было разрушено посредством лжи, посредством запугивания, посредством различных неправедных действий, манипуляций и всего этого. То есть мы действительно должны иметь любовь друг к другу, любовь к Израилю. И когда люди это будут видеть, и язычники, и иудеи, тогда действительно узнают, что мы ученики Мессии, Израиль увидит в нас своего Мессию, а христиане, соответственно, могут получить через это тоже свои откровения и через общение с нами. Так что давайте мы будем действительно следовать тому, что нам открывает Писание, и быть верными учениками, пребывающими в Слове, в любви друг к другу, чтобы не создавать Богу препятствия в исполнении Его воли, быть Его сотрудниками, а не противниками. Хорошо? Слава Богу! Ну что, я думаю, что на сегодня можно закончить. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ